Друзья Архалюбы, здравствуйте! А у меня снова орхидейное пополнение. Посылку получила в этот раз от Натальи Королёвой. Заказываю продавцами первый год и еще ни разу у меня не было повода к серьезному огорчению. Посылка пришла быстро, можно сказать, прям таки домчалась за четыре дня из Московской ко мне Воронежской области. Покупка вышла совершенно спонтанной. Вроде бы ничего покупать в ближайшее время не планировала орхидейных подростков тем более, потому что в этом году решила, что если приобретать, то пока только взрослые растения. Детворы уже предостаточно, но что-то где-то как-то мой этот план дал сбой. То ли мне в ВК-ленте попалась замечательно заманчивая реклама растений из наличия у Натальи, то ли вообще взгрустнулась. И вот вам, пожалуйста, как результат новая партия орхидейной прелести. Да, опять и снова это орхидейные подростки из Азии. Вот так все они прекрасно упакованы. И значит, в моем личном орхо-детском садике появится еще одна малышовая группа. Все растения брались из наличия, все в размере 2,5 и все они замечательные и в чем-то даже примечательные. Каждый орхидейный малышок ловко и бережно спеленут в крафтовую бумагу, распаковывать которую отдельное удовольствие. Будто новогодний подарок разворачиваешь, предвкушая что-то чудесное и радостное. И вот моя первая малышка Каода Твинкл 362. Вот такая и это должна быть красота. Плотные кожистые лепестки винно-красного цвета с поразительно красивой контрастно-белой каймой, обрамляющей петалий сипалий, подобно морозному зору. Растюшка и впрямь малютка. На видео она как-то внушек ли не смотрится, а так, поверьте, совершенная кроха. Хотя и взрослая Каода само по себе очень компактное растение. Корешков я вижу приличное количество, некоторые даже в активном росте, может даже и скорое цветение не за горами. У меня уже две Каоды есть разной вариации. Так называемая темная классическая и, как я ее зову, пеструшка под номером 1442. Обе мне нравятся, обе прелестны. И вот такой вариант под номером 362 мне давно иметь хотелось, и я подумывала себе его приобрести. И вот, видимо, наступил наконец момент осуществить желаемое и получить в коллекцию полноценное трио Каод. Следующий фаленопсис у меня тоже давно был в хотелках на зеленой, так сказать, галочке. Но со мной вот удивительная вещь происходит. Как только я какую-то определенную орхидею хочу, хочу, давно к ней присматриваюсь, а как только решусь ее приобрести, бац, она из продаж в группах, где я обычно покупаю, исчезает. И это вот такой, друзья мои, красавец Титраспис С2, который тоже бикалор, сочетающий в окрасе ослепительную белоснежность и ягодно-алый. Прелесть этого сорта в том, что красный окрашивает лепестки каждого цветочка по-разному, отчего цветение получается очень пестрым, нарядным и неординарным. Это растение уже, ура, чуть побольше и побогаче листвой, которая у него все, как я люблю, яркая, глянцевая. Один лист здесь от чего-то обрезан, надеюсь, ничего страшного там в плане орхидейного здоровья не было, по крайней мере, оставшаяся часть выглядит живой-здоровой. Если вершки тут явно помощнее, чем у предыдущей новинки, то корешки, наоборот, сильно порадовать не смогли. Близ стена горшка, по крайней мере, они не наблюдаются, хотя сверху видно, как в мох их целый пучок уходит. Но как они там себя чувствуют, неизвестно, никакой не предоставляется возможности их инспектировать. Посмотрим, если они закапризничают, внутри развиваться пересажу в свой свежий мух, который набью не так уже плотно. Знаете, у меня с этим детрасписом был сложный выбор. В наличии оказалось целых два сорта, и оба двуцветные. А еще была специоза, точнее, тоже несколько варитетов, безумно красивых, что добавило, разумеется, мне метаний душевных страданий. Специоза или детраспис? Тетрасписа или специоза? Решилась я в итоге все-таки, как видите, именно на тетраспис. Зря я его, что ли, так давно хотела. Надеюсь, он меня не разочарует. А третий? Третий у нас самая необычность. Это точно не что иное, как орхидейная изюминка. Фаленопсис су складки да блу. Фото поставщика сразил меня наповал. В первую очередь поразила, конечно, густо фиолетовая чернильность губы. Ну и обещающая пышность тоже свою роль сыграла. Вот пусть только попробует не оправдать моих ожиданий. Хотя при таких предках это надо будет очень сильно постараться, потому что в родителях у этого фаленопсиса анналоратису карди и виолоцея. А значит, мы можем на вполне законных основаниях рассчитывать на аромат интенсивный и приятный. На первый взгляд орхидея как-то испугала. Каким-то явно желтоватым отливом листвы и стебля. Потом смотрю, вроде бы и не выглядит этот блу плачевно. Просто, видимо, особенность гибрида такая. Очень необычный цвет у листвы. Желто-салатовый с красивым сизым налетом. Прям отливают оливково-серебристостью листья. Диво-дивное, чудо-чудное. Видела я много раз сизые листья, но такого интересного оттенка никогда. Даже цвет корней здесь у фаленопсиса особенный. Тоже бледно-зелено-серебристый. И их, кстати, что радует, порядочное количество. Все-таки долго я не могла уняться из-за этой желтизны стебля. Все искала подвохи и подводные камни, то есть черные пятнышки. Но, к счастью, ничего криминального обнаружено не было. Буду надеяться, что мои предположения относительно необычности окраса сорта были верными. Тоже это будет не крупное растение, а значит легче удастся его куда-нибудь пристроить, если не сказать точнее впихнуть. И завершает распаковку, можно сказать, дубль. Потому что я заказала фаленопсис Льюис Берри, которому совсем недавно было посвящено видео на моем канале. Он сейчас все цветет и каждый божий день маячит у меня перед глазами своей бело-розовой пеной цветов, красуясь на кухонном окошке и влюбляя меня в себя все больше и больше. Я прям попала под его чары. Ей-богу, до того шикарно пышное цветение у этого гибрида. Но свое оправдание могу сказать, что хоть это и Льюис Берри, но не простой, а вариации Тринити. И действительно, малиново-алое трио губа и питалий образуют яркую тройку на фоне розовой нежности. Я что-то до того прониклась всеми этими Льюисами, пока готовила видео, и поражалась, насколько щедро они могут выдавать цветение, что захотела еще какого-нибудь себе в коллекцию. Все же щедрое цветение у фаленопсисов, которые причисляют к мультифлорам, и это, на мой взгляд, самое главное достоинство. Попался мне под руку вот такой вариант Тринити. Ну, пусть, думаю, будет он. Растение само не крупное. Что-то в этой посылке у меня сплошные крошки. Но не это меня беспокоит, а то, что потом погуляв по интернету, я узнала про Льюисов неприятнейшую вещь. Очень уж часто у них, оказывается, случаются гнили. А я-то думала, что это мой такой разнесчастный остался без верхушки. Боюсь, ох, боюсь, как бы эта кроха не повторила судьбу своего гримыки-предшественника. Обидно будете сразу два пенька возделывать. Но, конечно же, получая в очередной посылке своей орхидейной хотелки и мечталки, мы уповаем только на самое-самое лучшее. И что процветут они все непременно по сорту. И что развиваться будут успешно во всех направлениях. И корни отменные растить, и листовую массу богатую. И всякие там орхидейные болячки будут обходить их стороной. И призрак орхопня не будет маячить темной тучи на горизонте их счастливой жизни. Разумеется, хочется верить во все это. И пусть для этих вот орхидейных крошек все так и будет. И мы с вами сможем увидеть на канале их триумфальное цветение. Обязательно отзовитесь в комментариях, какой гибрид впечатлил вас больше всего. Не скупитесь на лайки, это по-прежнему помогает моему небольшому каналу становиться не таким небольшим. И непременно приходите ко мне снова. Буду ждать. Ваша Алина. Субтитры создавал DimaTorzok